как вы думаете что самое страшное для подсознания какая программа какое проявление человека самое страшное для подсознания из того что мы видим в глубинах психики это предательство самого себя казалось бы как так ведь вся игра под названием жизнь начинается с предательства самого себя ведь я выделяет не я отказывается от себя в игру и потом познает разные грани любви в игре с этим не я ведь это есть прямое предательство себя так вот нет слово предательство оно многогранно и проявление предательство оно многогранно для кого-то предательством будет игра в измену для кого-то предательством будет в кидалово в бизнесе для кого-то игра в предательство будет татуировки или там пластические операции непринятие тела и и и разные варианты в религию в отказ от свободы от жизни там и так далее очень много вариантов это все казалось бы разновидности предательства себя разновидности выделения не я но для подсознания такое предательство казалось бы приветствуется подсознание говорит да да так то даже игра есть и тогда получается есть некое предательство в котором нет игры вот это для подсознание страх казалось бы тогда это смерть а но дело в том что мы бессмертны наше сознание устремляется в инкарнационный цикл и смерть существует только в сознании хоронящих а в сознании перетекающего ее нет в сознании играющего ее нет и таким образом мы меняем тело следующее тело жизнь следующая жизнь обрубается память для того чтобы игра была интересной чтобы мы не волокли прошлое в следующее чтобы все-таки была смена игры смерть необходимо вы можете даже посмотреть просто на ту же самую власть цари но если бы не менялись цари если бы иван грозный всегда был иваном грозным и всегда правил то уже давно этот мир пришел к разрушению к своему фатальному концу а так за счет смерти есть шанс на развитие общества на изменение в обществе и так далее но это как минимум точно так же и в жизни человека человек с возрастом втыкается в одну точку в свои воспоминания о том как он был молод как было хорошо и так далее и все будущее его уже не интересует зачем человеку там всем сед изучать компьютерные технологии мобильные телефоны и так далее ему три кнопки чтобы внуки показали куда он сможет тыкнуть больше ему не надо таким образом идет с возрастом тотальная деградация для того чтобы прекратить эту деградацию смерть нужна во всяком случае на этом уровне развития человеческого общества и это тоже условия игры которые подсознание принимает но не считает предательством так что же тогда для подсознание будет предательством для подсознание самое страшное предательство это предательство самого себя когда мы перестаем быть самими собой когда мы становимся дубляжом кого-то или чего-то когда мы становимся серой массой когда мы сливаемся и теряем свою особенность индивидуальность исключительность свою линию игры именно свою линию игры то есть казалось бы у нас одно я но при этом у каждого лучика я есть своя игра и это не предназначение никто ничего не назначает есть интерес есть ресурс волей и проявляй разные стороны жизни разные аспекты бытия разные аспекты любви все в свете все в солнце все в любви но как только ты отказываешься от себя и становишься возвращаешься в единый поток игра заканчивается если все лучики вернуться в солнце то игры не будет вот поэтому подсознанию страшно вот это возвращение а это возвращение наступает у человека тогда когда он перестает быть самим собой когда он теряет свой личный интерес казалось бы когда он перестает быть личностью но в инкарнационном цикле одна личность потерялась другая приобрелась а интерес нет а интерес идет красной нитью это то что удерживает нас в игре это то что обеспечивает нам переход из жизни в жизнь это то что делает нас отделенными с одной стороны по-прежнему мы остаемся тем единым я а с другой стороны наше внимание у каждого на зацеплено за что-то свое вот этот зацеп внимание поддерживаемый интересом и обеспечивает нашу исключительность и отделенность слова индивидуально здесь не подходит потому что личность тут же рисуется да личности меня и сколько хочешь как тряпки вот в чем дело и тогда человек без интереса превращается в серую массу и у подсознания возникает страх страх потерять игру и тогда что сделать подсознание вот если бы у вас возник страх что вас ваш компьютер завис и перестал работать чтобы вы первым делом сделали правильно тык перезагрузка инкарнационный цикл смена тела авось в другом теле проснется новый интерес с детства не успеет заглушиться затоптаться и погаснуть это искра потому что если она погаснет с детства то дальше не имеет смысла это тело поддерживать и тогда игра у этого лучика сворачивается не дай бог свернутся все лучики вот она потеря потеря самого себя идет с потерей интереса и знаете тогда задумайтесь а сколько людей живут в интересе сколько людей выстраивают жизни с интереса тогда надо сказать спасибо коллективному который говорит тебе нужны деньги для того чтобы прожить чтобы пропитаться просодержать себя иди работай все на какой-то период человека зацепили интерес заменен деньгами но уже есть поддержание игры точно также надо выйти замуж в определенном возрасте или жениться родить ребенка пока растет ребенок есть общий интерес закончился ребенок 18 лет закончился интерес не нужна семья не нужна жизнь и так очень у многих точно так же зацеплена за пенсию знакомо да да работает до пенсии потом год и на кладбище чего на кладбище своего то интереса не было тогда превращаешься в серую массу и тогда подсознание нажимает кнопочку перезагрузка в надежде найти новый интерес эти если мы осознанные люди мы можем этот интерес найти сами и знаете что тогда раскроется тогда раскроется огромный под огромная подмена бизнесменов которые используют наемный труд и подменяют деньгами интерес людей то есть они покупают на выгоде людей и подменяют их интерес своим и так далее вообще все что касается бизнеса когда вот эти вещи начинаешь осознавать с точки зрения подсознания они переворачиваются с ног на голову и тогда варианты что я создал бизнес и буду его там размножать как сейчас это модно принято говорить на тренингах превращается глупость потому что не ты размножаешь а если человеку интересно поддержать варианты сотрудничества с тобой одна тема а если не интересно другая тема а попытка подменить это открыт но это попытка сделать стадо баранов а стадо баранов для подсознания не интересно поэтому подсознанию не интересны игры в религии поэтому они все сводили в деградацию войны и так далее в самоуничтожение иначе никак все что связано с сектами все что связано с деградацией все что связано с разделением перестает быть интересно подсознанию потому что там теряется лучик он становится серой массы человек придает сам себя и вот это предательство самого себя для подсознания страшное есть о чем подумать представляете вот просто для того чтобы пойти в развитие начать вспоминать что ты бог так или иначе придется вернуться к своему личному интересу не к тому что тебе кто-то предназначил не к тому что ты там выживаешь еще что-то интерес 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 ты можешь заменить это эйфорией любовью медитациями еще чем-то но ты все равно будешь пугать свое подсознание до тех пор пока ты не вернешься к своему интересу и никак иначе ребят иначе вы предаете сами себя